Всем привет! Сегодня у нас видео о пустых баночках. И эта рубрика очень-очень полезна. Наверное, одна из самых полезных рубрик, потому что здесь я буду вам говорить, что я еще куплю, а что больше никогда не куплю. Начнем с ухода за волосами. Первый шампунь детский, не будем на нем долго останавливаться. Я люблю шампуни Бюбхен. Они предназначены с рождения и выше, скажем так. Эта версия была куплена не в Украине, но те, которые куплены в Украине, они абсолютно ничем не отличаются по составу, просто надписи на украинском языке. Дальше, что касается моего ухода за волосами, очень долго я хотела попробовать уход оси. И когда я увидела его, я сразу же, сразу же его приобрела. Что касается этого шампуня, он неплохо очищает волосы, он их не перегружает. Он немножко, возможно, дает объем, но он плохо ухаживает. Мне не нравится, как он ухаживает. Есть шампуни, которые ухаживают гораздо лучше. И один из таких шампуней, кстати, вот такой вот Джованни с кератином, обязательно куплю еще раз, обязательно буду пользоваться. Он немножко утяжеляет, вот наоборот, волосы, но он их, знаете, просто наполняет. Волосы такие вот плотненькие становятся, толстенькие, здоровые, приятные, классные. Мне очень нравится этот шампунь, но в данный момент у меня его нет, к сожалению. Обязательно буду повторять. И вообще, торговая марка Джованни для меня очень-очень близкая торговая марка, потому что все продукты для волос, которые я пробовала от этой торговой марки, всем не нравятся. Кроме того, в ближайшее время я еще расширю свою линейку торговой маркой Джованни. Маска для волос. Опять же, это торговая марка. На самом деле, изначально я сказала, что эта маска плохая, она мне не понравилась. Она какая-то была силиконистая, но после того, как я начала ею пользоваться, я действительно увидела результат. Использовала я ее каждый раз при мытье волос, но я не люблю стоять долго в душе с маской на голове, поэтому я использую в основном все маски как бальзамчик для волос. Пока сделаю все остальные свои дела в душе, как раз и время ее смывать. То есть, это полторы-две минутки максимум. Она находится у меня на волосах. Наношу я ее от уха и до кончиков волос. В принципе, она мне нравится. И эта масочка уже в полном виде. Едет ко мне с сайта iHerb. Надеюсь, скоро получу посылочку. Что касается ухода за телом, закончилось у меня два вот таких вот геля для душа. Буду повторять и первый, и второй. Единственное, вероятнее всего, веледу я буду тестировать в других ароматах. Все-таки аромат мне не очень понравился. Но этот крем-гель для душа, он очень хорошо ухаживает за кожей. То есть, кожа не стянутая, кожа не пересушенная. В данный момент я пользуюсь гелем для душа, который сушит мою кожу. И мне приходится использовать крем для тела. Чего не очень бы хотелось, особенно с утра, потому что с утра каждая минутка на счету. Что касается фа, вы знаете, что я люблю их за их запах, я люблю их за их цену. Поэтому буду, естественно, повторять еще много-много раз. Антиперспирант, один из самых хорошо работающих антиперспирантов. Уже повторили, но состав у него очень и очень не очень, скажем так. Видео об антиперспирантах, я надеюсь, вы все уже видели. Поэтому останавливаться на них долго не буду. Дальше, три вот таких вот продукта. Два из них от Клиник. Здесь, кстати, что-то еще есть, но почему-то я его недопользовала. То есть, он не заметила, что там что-то осталось. Это двухфазная смывочка для глаз. Очень хорошая. Не все туши смывают, скажу сразу. Но мне, в принципе, нравится. Я использовала и я довольна. Take the day off. Наверное, уже третья моя банка закончилась. В данный момент у меня есть миниатюрка этого бальзама. И также я пользуюсь бальзамом Hemish, по-моему, или как-то так называется торговая марка, с сайта iHerb. Это полный аналог, на мой взгляд. Но с сайта iHerb заканчивается гораздо быстрее, чем вот этот вот Клиник. Ну, в общем, там много нюансов есть и у этого, и у того. Их нужно сравнивать. Это тема для отдельного видео, скажем так. Но Клиник Take the day off покупать буду. Мне очень нравится. Это такой бальзамчик, тающая текстура. Я думаю, что вы все уже об этой шайбе знаете. Очень распространенный продукт. Скраб для тела. Написано, что это бодибаттер. Ну, нет, это не бодибаттер. Это обычный скраб для тела. Очень крупнодисперсный, приятный. Хорошо скрабирует, хорошо удаляет умертвевшие частички. Очень приятно пахнет. Мне понравился. Обязательно буду повторять. Но, по-моему, он был дороже, чем мой обычный скраб. Буду смотреть. Что повторять точно не буду. Это вот эта вот магия тиаре, бархатные ручки. Есть гораздо более классные крема для рук. И при этом, которые стоят примерно так же. Уже не первое мое мыло Коррес. Оно предназначено для лица, для жирной кожи. Но мы используем его для тела. Очень хорошее мыло. У него есть единственный минус. Вернее, два минуса. Это его цена. И то, что он достаточно быстро заканчивает. Очень хорошо очищает, не пересушивает. И при этом, вот знаете, когда начинаются свитера, когда начинается похолодание, то кожа становится более жирной. То есть, она не привыкла, что ее закрывают, укутывают под всякими десятью слоями шерстяных изделий. И вот это вот мыло является моим спасением. Еще один продукт от торговой марки Клиник. Это лосьон Even Better. Я показывала вам его уже в своих фаворитах. Супер классное средство. Но немножко дороговато. Поэтому буду ждать скидок. И обязательно приобрету еще, наверное, даже несколько. Он предназначен для комбинированной жирной и склонной к жирности кожи. Но у меня кожа нормальная и склонная к сухости. В чем плюсы этого лосьона? Он не пересушивает кожу ни в коем случае. Он ее даже немножко увлажняет. Но он предназначен для того, чтобы выровнять цвет лица. И он с этим справляется на 100%. Он очень хорошо действует на кожу. Очень хорошо действует на тон лица. Я использовала его все лето. И, наверное, весь сентябрь. То есть, очень экономичный расход. 200 мл здесь. Да? Насколько я помню. Где здесь объем указан? Ну, в общем-то, не важно. Я думаю, что здесь 200 мл, судя по флакончику. Очень хороший. Буду присматриваться к всей серии Evenbetter. И буду узнавать ее поближе. Также обязательно куплю еще раз. Вернее, обязательно получу в подарок еще раз. Потому что их очень часто с покупкой выдают в подарок. Вот эти вот сыворотки Advanced Night Repair от Estee Lauder. Самая действующая сыворотка из всех, которые я когда-либо пробовала. Супер классная. Но полноразмерка немножко дороговато. Опять же, буду ждать нового года. Возможно, будут там какие-то акции распродажи. Обязательно буду покупать. Clinique Pepstar. Вторая баночка, вернее, второй тюбик этого крема. И в запасе у меня еще одна целая и одна миниатюрка. Супер классный. Очень простой. Он не антиэйдж. Он просто хороший такой, плотненький, увлажняющий кремик вокруг глаз. Быстро впитывается, легко наносится. Не имеет запаха, не имеет какой-то неприятной текстуры. Обычный, хороший, увлажняющий крем. И при этом цена-качество, мне кажется, у него очень даже хороша. Не буду покупать и вам не советую это средство для осветления пигмента. В принципе, возможно, на какой-то полутон пигментация и осветлилась. Но это настолько незначительно, что, я думаю, не стоит тратить на это свое время и свои деньги. Здесь 42 грамма. Вы представляете, да? То есть я пользовалась им почти полгода. И даже до конца не добила. Он поменял свой цвет. Просто выбрасываю эту баночку. Также повторять не буду вот эту умывалку от Herbalife. Ничего плохого о ней сказать не могу, но у нее есть минус один небольшой. Она трудно смывается. То есть, чтобы вы умылись и чтобы ее смыть, вам нужно очень-очень-очень много раз умыть свое лицо. Мне кажется, что ее аналог это умывалка от Clorans. Я не знаю, сколько стоит Herbalife, но предполагаю, что примерно в одной ценовой категории из Clorans. И Clorans мне нравится больше, потому что она легко смывается. Эта умывалка предназначена для нормальной склонной к сухости кожи. И скажу вам, что она даже немножечко увлажняет. Ну, собственно, как и Clorans. Хорошо очищает, но долго смывает. Еще одно средство для нормальной склонной к сухости кожи. У меня была миниатюрка в размере 15 мл. Полноразмерка 30 или 50. Легкий, хороший, увлажняющий крем. Все. Повторять, я думаю, не стоит, потому что, ну, хотя на лето, вот, я думаю, вполне нормальный. То есть, если вам не нужно антиэйдж эффекта, если вам не нужно, там, сужать поры, или еще что-то очищать, или питать, или ремонтировать. Если вам нужно просто увлажнить кожу, да, просто поддержать ее в хорошем состоянии, то этот крем вам подойдет. Он не будет забивать поры, он не комедогенный. Он не делает пленочку, он хорошо впитывается. Все классно. Вот этот вот гельчик, в принципе, в пару к этому крему, тоже ничего плохого сказать не могу. Очень легкий, увлажняющий гель. Он не перегружает кожу, он не забивает поры, он хорошо увлажняет, моментально впитывается, и на него неплохо наносится тональный крем. Следующий продукт, я не стала им пользоваться летом, а когда приехала, он пожелтел, поменял свой цвет, и я не стала его добивать. Это такой вот кремчик для бюста, очень жирный, очень питательный. Кожа становится такая более плотная, более упругая, то есть, мне кажется, он предотвращает появление растяжек. В принципе, хороший продукт, но буду ждать распродаж и скидок, не буду покупать по полной стоимости, потому что не продукт первой необходимости, скажем так. Очень хороший крем для рук. Мне кажется, подойдет тем, у кого просто, знаете, цыпки на руках, у кого очень-очень плохие руки, да, и очень страдают руки в связи с вот этими вот переменами погоды, морозом и так далее, и тому подобное. Вам очень подойдет этот крем, но у него не очень приятный запах, то есть, здесь такое, знаете, двоякое впечатление, я использовала с удовольствием, и если у меня будут какие-то неприятности с руками, я обязательно повторю этот крем в полноразмерной версии. Следующий карандашик также неоднократно попадал в фавориты, в данный момент у меня уже есть 2 или даже 3 ему замены, но они не такие классные, как этот карандаш. Это Зоева, вот это вот его оттенок, очень тоненький, но без рыжего подтона, немножко такой сероватый. И еще 2 представителя декоративочки, это очень классная тушь Benefit The Real, достаточно долго я ею пользовалась, и кончик этой кисточки, как видите, не лысый, а тоже с щетинками. Вот таким вот образом выглядит кончик кисточки, но тем не менее, это не позволяет все равно щеточке прокрасить очень хорошо реснички на внутренней стороне глаза, потому что они очень-очень длинные, очень-очень колючие, если бы они были покороче, это было бы лучше. И второй представитель декоратив, третий, вернее, представитель декоративной косметики, это бальзам для губ такой, помадка Clorance Eclame Nude, и у меня был 01 Rose оттенок, вот так вот выглядел, ни во что на губах не проявлялся, то есть какой вот он сейчас есть, такой он и есть. Очень мне нравится эта серия, обязательно повторю при случае. И да, кстати, обязательно повторю Зоева при заказе с этого сайта, и, наверное, даже не в одном экземпляре. И что касается этой туши, они очень часто бывают в миниатюрках на сайте Sephora, и я думаю, что если поискать, у нас тоже можно найти различные наборчики. Неплохая тушь, и при случае обязательно приобрету полноразмерку. В данный момент у меня много туши в запасе, поэтому, я думаю, не стоит пока ее приобретать. Дальше у меня здесь осталось две масочки. Очень хорошая маска увлажняющая от Greenway, хотя здесь написано, что это активная борьба с морщинками. На самом деле нет, на самом деле она ничего не делает, кроме как увлажняет. То же самое могу сказать об этой маске Tony Moly, она с авокадо. Здесь у нас написано, что она должна делать кожу сияющей и сияющей, грубо говоря, сияющей, блестящей. Но на самом деле я этого не вижу. На самом деле, опять же, это просто хорошая увлажняющая маска. Сиять мою кожу она не заставила. Дальше последний экземплярчик. Это вот такие вот очищающие салфетки. Я их использовала для снятия макияжа. Даже не для снятия макияжа, а для снятия, вот знаете, красишь один глаз, стираешь, потом снова красишь, потом снова стираешь. Когда тестируешь различные тени или подводки, или смотришь, что как тушуется именно на себе. И что мне у них нравилось, что они, кроме того, что хорошо снимали макияж, они еще и увлажняли при этом. То есть они немножечко с таким уходом. И что мне не нравится, то что здесь всего лишь было 12 салфеточек. Очень быстро они у меня закончились, к сожалению. И буду обязательно при случае покупать еще раз. Покупала их на iHerb. Все. Это все продукты, которые я хотела вам показать. По поводу Тони Молли, кстати, покупать по полной стоимости не буду, потому что по полной стоимости это достаточно дорого. Это все, что хотела вам показать на сегодняшний момент. Все мои пустые баночки. Теперь я с легкой душой могу их выбросить, не хранить больше. И как только у меня насобирается снова много пустых баночек, снова вам их покажу. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было вам полезно. Вы знаете, что делать в таком случае. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. И увидимся очень-очень скоро в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.